привет очередной репортаж из кухни сейчас я покажу как я готовлю буженину вот начну приготовление и и сейчас приблизительно где-то пол десятого утра поставлю я ее тушиться приблизительно где-то в пол шестого вечера то есть мясо у меня будет промаринована не меньше шести часов а еще лучше когда мясо промаринуется часов двенадцать или можно даже сутки значит для буженины у меня берется задняя часть свинины вот я ее купила день назад положила в такое полотняное полотенце для того чтобы впиталась вся влага вот мясо получается такое как бы сухенькое совсем вот желательно мясо держать в таком полотняном полотенце потому что оно и дышит и полотенце избирает лишнюю влагу и мясо получается не портится ну оботрем его проверим чтобы она была совсем со всех сторон хорошенькая чистенькая вот такая у меня свиная мякоть для этого мне надо чтобы его замариновать только соль и перец покладем мясо в миску возьмем соль и перец у меня приблизительно где-то кусок полтора килограмма вот не полная столовая ложка соли уйдет на это мясо как я его обмакиваю со всех сторон чтобы оказывается немножко мало надо добавить еще сейчас добавим еще где-то пол столовой ложки надо чтобы мясо было обильно окутано в соли вот все что мясо на себя заберет всю соль вот как бы обмакиваю со всех сторон чтобы чувствовали крупинки соли соль я беру каменную обыкновенную вот обмакнули теперь сверху посыпем обильно перцем и равномерно размажем его перевернем и дальше обмакнем перца можно класть по вкусу я люблю острое поэтому перца не жалею ну и теперь проделаем то же самое что впитался весь перец равномерно по мясу распространился вот закончили очень интересная процедура которая бабушка моя говорила что надо мясо нашпиговать для этого используется чеснок большие зубцы чеснока желательно разрезать иногда пополам иногда на четыре части вот я подготовлю такие кусочки чеснока можно класть много тут нету каких-то пропорций ну сколько есть у вас бывает даже что два зубца чеснока будет достаточно разрежете его мелко и нашпигуете свое мяско и проделываем следующую процедуру прорезаем и вставляем и так равномерно по всему куску мяса делая глубокие достаточно разрезы потому что мясо пропитается тогда лучше вашей солью с перцем и запах приобретет от чеснока и при жарке она будет впитывать в себя пары будет лучше вот таким образом шпигуем теперь мы возьмем рукав для жарки отрезаем приблизительно кусочек сколько нам понадобится и сразу выложим мясо в руках его можно поставить просто холодильник не в морозилку либо на балкон сейчас холодно зима на улице и оставим его на какое-то время а потом я расскажу спустя какое-то время как я его буду жарить ну вот незаметно прошло время забрала с балкона свою замаринованную буженинку я уже подожила духовку и сделала ее на самый большой огонь где-то приблизительно полчаса буженина должна готовиться на самом большом огне при этом этот пакет рукав должен вот так вот округлиться надуться для того чтобы там было пространство и как только он вот так вот хорошо надулится огонь можно делать чуточку меньше градусов на 20 и оставить буженину приблизительно на такое время какой у нее вес вот у меня вес полтора килограмма то есть она у меня будет жариться минимум полтора часа но я даю всегда плюс еще 20 минут для того чтобы она была чуть мягче но больше передерживать нельзя потому что мясо будет рассыпаться я его буду сегодня подавать горячим к столу а тушу не съедим будем доедать холодным ну все вперед с богом ставлю в духовку в духовке уже горит большой огонь я поставила в духовку на среднюю полочку чтобы не сильно снизу она подгорала и в то же время не сильно высоко потому что когда раздуется рука он может достигнуть верха духовке чтобы он ему хватило места поэтому по самой срединке ставим и делаем большой огонь вот у меня большой самый большой на духовке огонь у меня духовка с конвекцией поэтому включила конвекцию и вот так она будет запекаться вот прошло полчаса кулек вздыбился важно чтобы сверху была вот эта воздушная прослойка она позволяет сделать так чтобы сверху мяско тоже зарумянилась не только снизу я сейчас убавлю это у меня приблизительно 20 градусов убавила жар в духовке и теперь час-полтора еще буду ждать прошел час пятьдесят с момента как я поставила в уже минут в духовку я думаю что она уже готова вот я ее достаю в принципе по виду видно что она готовая немножко подрумянилась сверху сейчас мы откроем нужно очень аккуратно потому что пары горячие там чтобы не обжечь руки вот такая получилась пужининка сейчас мы проверим ножиком насколько она мягко входит готовая вот оставим ее тут если к столу можно сразу выкладывать на блюдо поливать этой жидкостью вот так в готовом холодном виде выглядит бужининка мясо если не видно на камеру немножко розоватое потому что оно успело промариноваться если не успеет оно будет серое и чем больше промарируется тем больше будет розоватое вот там видны кусочки чеснока который пропитался и видно влага небольшая внутри значит мясо сочное и на самом деле мясо вкусное и сочное что-то что-то Продолжение следует...